К сожалению, ремонт это как и война. Начать быстро можно, быстро закончить это надо только у большого умения. Но это в России. Мы вот приехали из других стран, где там пятизвездочные отели, в срок сдаются и без косяков. Для того, чтобы ваша квартира также была отремонтирована, вам необходимо учесть несколько правил. Ну, первое. Познакомившись со строителем, попросить его показать сделанные объекты. Увидев сделанные объекты, поговорить с хозяином. И только после этого вот так вот доверять меч, ну, точнее, ваш кошелек в руки. И дай бог, чтобы это было непроходимец. Ну, вы все поймете после того, как пообщаетесь. Естественно, хотелось бы сделать ремонт быстро, а не растягивать его как столетние войны между Англией и Францией. И Пруссией. Ну, что-то там весело было. Можно сделать ремонт и дешево. И из приличных материалов. Как мы делаем это вот на одном объекте. Другой вариант, что сроки, конечно, растянулись, но зато в кошельке прибавилось. Кстати, настоящие строители сейчас на расхват. Мест рабочих просто уйма. Не верите? Вот вам комментарий того, кто в самые трудные времена выжил. Сейчас прочно стоит на ногах и работает на перспективу. Еще недавно мы, ну, строителей за голову хватались. Сегодня я не могу строителей найти. Так что, то, что говорит Единая Россия, то, что кризис ушел, так ли оно на самом деле? Ну, мы строимся. Объектов хватает? Хватает. Можно перечислить вот буквально те объекты, на которых вы сейчас работаете? Вот здание перед нами. Можно его показать. Можно сейчас пройдем, покажем. Внутри еще здание. Ну, еще, как начало года мы, у нас очень много больших объектов, но сейчас они как бы не доделаны. Придет время, мы покажем, когда доделаем, потому что они длительные объекты. Я думаю, что еще увидят эти объекты. То есть, есть ли возможность, допустим, приглашать рабочих? И есть ли необходимость в таких кадрах? Хорошие специалисты всегда, пожалуйста. Вам они сейчас нужны? Да. Ну, желательно, не пьющие, те, которые хотят заработать. Вот к слову о заработках. Металлургический комбинат провозгласил политику хороших заработков. Но хорошие заработки сейчас 30, 40, 50 тысяч рублей. Такое вообще возможно? Есть хорошие специалисты, которые действительно настолько нагоняют сдельно. Все зависит от них самих. То есть, они у вас столько зарабатывают? Бывает? Ну, вот есть, так, за месяц. Да, полтинника зарабатывают. А теперь можно мы дадим ваш телефон вашей строительной фирме? Да, конечно. Вот с этим предприятием, кстати, работу по возведению складов фирма «Мегастрой» заканчивает. Тут же рядом и объект, возведение которого в кризис меня удивляло. Но то, с какими темпами сейчас идет строительство, удивляет еще больше. Так что реальные заработки по 30, 50 тысяч рублей, и это в этой же фирме. Тут, кстати, узнал, что сантехник заслуженный уже сейчас купил престижную иномарку. И это не может не радовать. И вот телефоны желающим. А главное, умеющим делать качественно и красиво. И вот вам рабочие места. И теперь надо понимать, Россия строится. И если в Москве квартиры сейчас стоят в два раза дороже до кризисного уровня, то и в «Магнитке» строить выгодно. А значит, вот она, высокооплачиваемая работа.